отлично татьяна писалась видно слышно все хорошо тогда я начинаю но все опоздавшие подтянутся будет запись конечно как обычно значит смотрите мы находимся сейчас вебинарной комнате которую предоставляет компания виркс поэтому начинаем мы традиционно с того что я рассказываю два слова об этом сервисе который собственно создал такую программу образовательную и коуч с моим участием да и что представляет из себя этот сервис это мультикриптовалютная платформа как мультикриптовалютный банк который предоставляет услуги по хранению при умножении и обмену цифровых активов хранение реализовано в виде кошельков по ряду монет и фиатных и ведущих крипто монет значит внутри платформы и вот эти монеты мы как раз разбираем на наших обучающих вебинарах которые проходят по четвергам 20.00 если меняется расписание я значит предупреждаю на своих ресурсах до что вебинар переносится так стараемся придерживаться именно вот этого расписания каждый день каждую неделю в четверг в 20.00 у нас обучающие вебинары по разбору монет с точки зрения привлекательности для инвестора инвестировать в них не инвестировать на какой периода и так далее значит что представляет из себя преумножение на платформе вирекс на платформе вирекс есть такие инвестиционные счета как в банке куда можно положить ваши цифровые активы и они вам будут приносить процент и для вывода этот процент будет доступен ежедневно с понедельника по пятницу это очень удобно деньги у вас не просто так лежат да они еще работают и зарабатывают процент внутри платформа реализована социальная сеть внутренняя и до нового года открылся отличный пир-то-пир обменник да то есть такая биржа между участниками где вирекс является гарантом сделки и робот ищет контр заявки состыковывает их вместе и поэтому в этот обмен очень выгоден вот и собственно бывают такие предложения последнее время даже ну не даже точнее намного выгоднее чем на бестченджи просто когда было пользователей не очень много то приходилось ждать заявки долго сейчас каждым днем пользователи все больше и больше на платформе и заявки очень быстро исполняются теперь хорошо быстро но не моментально хочу сказать но это вопрос времени так что вирекс спасибо большое что ты есть и поехали дальше смотреть в очередной раз монету нео мы рассмотрели уже с вами платформы эфириум эфириум classic да на которых платформы для децентрализованных приложений рассматривали квантом что себя представляет монетка кьютам вот сегодня мы будем рассматривать на и ну начнем с того что каждая монета каждая команда она как-то себя позиционирует в этом в мире да вот криптовалютным есть такие мероприятия которые называются даже не то что не называть их по-русски наверно это как-то неправильно перевести но в общем это такие мероприятия которые устраивают разработчики то есть есть же у каждого проекта некоммерческая как бы организация которая его продвигает дорабатывает да и у проекта нео тоже есть такие разработчики которые устраивают некоторые мероприятия так вот очередное мероприятие будет происходить очень скоро 16 июня в лондоне и вот пожалуйста если у кого-то есть возможность можно туда поехать и пообщаться такие мероприятия устраивает и команда эфириума и другие проекты да то есть не только на блокчейн конференциях но и вот такие специальные от разработчиков метапы и вот кстати что интересно я просто просматривала календарь вот по этому проекту да на ближайшее время очень интересно что очень очень скоро будет такая встреча где будут презентовать свои проекты которые выходят на блокчейн и на и у в том числе вот этот самый проект алки минт куда про который я вам говорила на прошлом кофе брейки на моем дам каждое воскресенье мы встречаемся на кофе брейках и разговариваем о чем-то интересное мы договорились о том что каждое воскресенье я вам буду давать какой-то проект звездный который сто процентов без проигрышный да и в нем можно самостоятельно уже там попробовать для тех кто хочет самостоятельное плавание пуститься вот в прошлый раз мы как раз говорили про проект толки минт который вообще-то по айсио дропс имел рейтинг медиум да но возможно рейтинг пересмотрит потому что пока я вела наш кофе брейк вот этот мой вебинар регистрация в белый лист закрылась очень быстро вот как раз этот проект алки минт он сделан на основании блокчейна нео и он очень очень хорош и вот сейчас как раз мы поговорим о возможностях собственно вот этой платформы да что она из себя представляет чем отличается от эфириума и так далее но для начала давайте пойдем в коин маркет кэп если вам неудобно смотреть здесь слайд вы можете параллельно открыть значит до недавнего времени нео входило в топ-10 проектов но буквально недавно чуть-чуть как бы его сместили на 11 место но в принципе что мы видим то есть в топ-20 точно входит эта монета это уже хороший показатель значит а справа мы можем смотреть график то есть идет волатильность определенная да но не падает до дна во первых во вторых показатели хорошие смотрите значит какой у них во первых стоимость монеты 54 доллара очень хорошая цена вообще прогнозы идут поскольку как бы конкурент эфириума да прогнозы были такие что если бы продолжался бы вот рост без этой коррекции то и спокойно выше 300 бы он стоил но здесь вот сейчас никто вот сказать точно не может хотя есть люди которые ну вот звездные такие эксперты которые говорят что восемнадцатый год да он не показывает таких же до темпов роста как в семнадцатом году но тем не менее не нужно думать что уже все тут закончилось история только-только начинается восемнадцатый год еще покажет себя и проявит наверняка а уж и девятнадцатый подавно вот поэтому я вам стрелочка показала 11 место на кой и маркет кэпе капитализация у него 3 миллиарда ну то есть за три с половиной миллиарда перевалило это хорошая цифра да по капитализации но в принципе если мы смотрим анализируем монету мы смотрим вообще-то график и 40 процентов рынка всех криптовалют относятся к биткоину да а остальные уже криптовалюты идут вот так вот как бы занимают остальные 60 процентов и в общем-то находиться по капитализации на 11 месте это очень как бы хорошо интересная история дальше когда мы раскрываем на эту монетку нажимаем да на раскрытие мы смотрим и динамику роста курса мы смотрим различные вкладки обязательно проходимся по вкладкам где торгуются какие анонсы переходим обязательно на официальный веб-сайт да то есть все идем через вот официальную статистику чтобы на фишинге не попасть и чтобы вообще мы посмотрели там календарь за выйти все очень удобно значит хорошо что мы видим динамика нам также показывает что за семнадцатый год буквально с одного доллара не сделала рекордный скачок и скаканула сначала там до восьмидесяти да потом припала немножечко потом опять приподнималась в итоге вот сегодня мы видим цену 53 доллара то есть как получилась такая история получилась она конечно из новостного фона то есть вообще сама компания изначально она существовала с четырнадцатого года просто в июне семнадцатого года ребята сделали ребрендинг в конце семнадцатого года вообще весь рынок да взлетел наверх и они в том числе но просто интересно такой момент что на момент коррекции когда рынок шел вниз нео именно показывал рост и рост очень хороший вот сейчас мы будем с вами анализировать вместе прослеживать за счет чего какие вообще основания да это нам очень важно когда мы рассматриваем тот или иной проект ну давайте пойдем тогда на другой статистический ресурс это world coin индекс этот сайт мы посмотрим статистику за период год и мы мы я монетка отметила до монетку на и что за сегодняшнего этапа если до сегодняшнего дня если отсчитать 365 дней назад рост этой монеты показал 3945 процентов то есть это очень здорово представляете год назад можно было бы купить одну монетку за доллар и в какой-то момент продать за 80 но давайте так по-другому вот с доллара не интересно всегда рассуждать а если бы вот тысячу долларов кстати на тысячу долларов купить монеты нео и там через несколько месяцев их про и вы бы из этой тысячи сделали бы себе 80 тысяч 80 тысяч долларов это в принципе ну квартиру вот такой вот рост показал это более наглядно когда мы переходим на какие-то активы потому что так вот с доллара до 80 не всем понятно хорошо когда мы говорим про монету нео мы обязательно еще смотрим на такую монету как газ это такие вот монеты газ это дочерняя монета и вот заметили вода сравнивают нео с эфириумом а там же тоже как топлива газ используется вот и здесь тоже этот газ как платежное средство как такое через этот газ выплачивается вознаграждение холдером этой монеты нео самой да поэтому мы смотрим котировку как нео так и газа то есть это как дочерние дочерние монеты это нео нео стоит на сегодня 54 доллара значит газ 987 почти 20 тоже очень хороший рост что касается нео по 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 предложению да эмиссия 100 миллионов монет что касается газа то тоже 100 миллионов но только на данный момент как бы добыта добыто 17 миллионов но в принципе хорошее такое как бы количество да и говорит о том что если будет спрос на этот проект на этот сервис то конечно конечно рост математически здесь предусмотрен что касается распределения самих монет вот в блоке генезис в начальном блоке было создано изначально 100 миллионов вот этих нео монеток но тут опять таки понимаете вот вспоминаем наш веб касательно рипла помните мы говорили про в общем-то децентрализованную систему но которая имеет доверительные узлы и сама система по холду токенов которые имеют более 60 процентов она однозначно централизована да а технически исполнена как распределенный реестр но хитрость такая вот здесь вот тоже есть такой вот момент понимаете больше только у рипа лапс 70 миллионов не и были проданы ранним инвесторам на начальном этапе а 50 миллионов не у заложены в смарт-контракт каждый год 15 миллионов токенов не у разблокируется для финансирования каких-то проектов но это официальная такая вот так нам преподносит но на самом деле 50 процентов да есть у разработчиков то есть это уже как бы говорит о некой централизации хорошо не а также генерирует вот эти дефляционные токены газ почему они дефляционные потому что эмиссия у них все-таки ограничено которые используются для оплаты всех транзакций в экосистеме уровень инфляции газ контролируется с помощью такого алгоритма полураспада они его так называют так переводится который выпустит 100 миллионов этих газов в течение примерно 22 лет но мы здесь не будем долго сидеть и погружаться в эти подробности просто нам нужно с вами понимать что монета газ она тоже является дефляционный монет что касается консенсусов мы всегда когда рассматриваем монету всегда говорим про консенсус то есть вот про вот это соглашение между узлами да как будут будут будет собственно проходить вот этот процессинг как будут приниматься и согласовываться вот эти транзакции значит не использует согласованный механизм согласования вот этих византийсказов и это дает по их документации до 10 тысяч транзакций в секунду и вот этот документ по поводу делегированного византийского отказа от толерантности вышел в шестнадцатом году значит это такой протокол который вот использует нео для завершения транзакций но я вам что хочу сказать что конечно 10 тысяч транзакций в секунду это много потому что у эфириума 15 транзакций в секунду и эфириум испытывает безусловно проблемы связанные с масштабируемостью и со скоростью транзакций но последнее время эта ситуация как-то разрешается и что касается эфириума они будут переходить на такой алгоритм они сейчас работают на proof of work будут переходить на proof of stake а в нео используется консенсус DBFT но не будущее технически как бы техническим специалистом мне сложно сказать но есть другое мнение мнение заключается в следующем что для публичного блокчейна такой консенсус не подходит сейчас мы рассмотрим этот с вами вариант почему же не подходит на заметочку вот сейчас возьмем ребята комментируют программисты о том что видите вот я цитату поставила эта криптовалюта выглядит несколько странной для публичного блокчейна сейчас у меня подгрузится слайд я не вижу просто полностью текст в качестве консенсуса в ней используется простой алгоритм примечняющихся в частных блокчейнах там это связано с доверием или недоверием узлов и с потенциальным мошенничеством так вот ряд программистов ряд такая как бы инициативная группа несколько раз отсылала вопрос такой как такой алгоритм может работать на публичном блокчейне ведь он требует доверенных узлов это вполне допустимо в частном блокчейне где узлы известны назначаются извне и не имеют мотивации обманывать систему но в публичных блокчейнах по умолчанию считается что любой узел может оказаться недобросовестным игроком ну вот вывод делается такой что система полностью централизована и ответ на этот вопрос который отсылают уже неоднократно ребята ответ на него никак не получить не отвечают представители организации ну это и понятно потому что организация она связана с государственными органами Китая значит что еще у нее есть если в эфириуме вспоминайте есть такая виртуальная машина эфириум ЭВМ то здесь вот эта машина которая поддерживает многие языки программирования то есть для того чтобы работать со смарт-контрактами написать смарт-контракты в эфириуме там нужно в основном знать язык Solidity нет там конечно разрабатываются вот сейчас пытаются применить как бы и другие языки но в основном нужно знать Solidity а здесь для разработчиков проще можно любой язык использовать и Python, и Python, и C-Sharp, и JavaScript то есть в этом плане они подумали о простоте работы с этой платформой значит ну и с помощью вот этого вот компилятора NeoVM осуществляется ну собственно вот это вот взаимодействие то есть взаимодействие между собой как бы это как виртуальная такая машина виртуальное облако мы об этом очень подробно говорили на вебинаре вот по поводу ЭВМ на вебинаре посвященном эфириуму останавливаться сейчас подробно не буду но какие-то аналогии все равно вот мы видим значит изначально в четырнадцатом году была создана компания AntShares Ants это муравьи поэтому и значок у них такой был муравьиный не очень серьезный эта компания она являлась первой блокчейн платформы в Китае и ну платформа имеется ввиду с открытым исходным кодом но в семнадцатом году было принято решение сделать ребрендинг и его сделали очень успешно а саму презентацию перенесли ну для мира перенесли на зиму восемнадцатого года так вот AntShares изначально мы мало наверное знаем все таки об этой компании а я следующими слайдами показываю там очень-очень большая roadmap написана то есть с открытием компании AntShares была какая цель поставлена в Китае происходил прям сбор и поиск лучших криптографов лучших программистов вот разработали вот эту первую компанию значит посмотрим на следующем скрине вот сейчас вот здесь просто посмотрите вот такой значок на голубом фоне был вот этот Unshare да а сейчас переделали в Нео по-гречески Неос это новизна во-первых а во-вторых Нео вообще-то ну как бы идет такая ассоциация к фильму Матрица и вообще могу сказать что вот в этом цифровом мире вообще-то принято не говорить да не о религии не о политике как-то так вот эти темы идут стороной но очень много подтекста в некоторых проектах вот прям очень много подтекста и для людей как бы интересующихся эрудированных постоянно там какие-то вопросы возникают вот например очень взбудоражило православное общество вот этот проект Нео когда вот пошел отсыл вот к этой вот матрице не будем сейчас об этом долго я просто вам даю мысль и размышления на этом скрине вот вы видите вот все все события ключевые которые происходили вот с 14 по конец 16 года то есть за это время происходило и краудфандинг и запущен был сам блокчейн и какие-то там конференции выпущена там ну вот эта тестовая сеть для работы смарт-контрактов то есть может быть вы не вчитываетесь да вы просто посмотрите перечень всего того что то есть работа велась очень-очень-очень активно для чего нам это знать для того что вы понимаете когда жизнь компании насыщена событиями и когда мы знаем что ее поддерживают там какие-то ключевые партнеры компании или государственные органы для инвестора есть во-первых такое уверенное ощущение что это не скампроект да и это единственная компания и самая первая компания которая поддерживается правительственными органами вот мы когда рассматривали с вами рипл тот же да мы говорили что рипл это не криптовалюта это банковский цифровой актив но тем не менее ведь на скачках цен можно было сыграть спекулятивно даже да поэтому есть просто у некоторых людей позиция если вот так если это значит банковский актив я просто не буду здесь заниматься мало ли но у каждого человека свои позиции есть люди которые принципиально занимают позицию и не имеют дела там например с централизованными системами но мы понимаем что здесь эта история о централизованной китайской системе но в нее сейчас будет вкладываться достаточно много достаточно много ресурсов и конечно эта история она будет очень такая долгосрочная потому что Китай сейчас пошел по такому интересному пути с одной стороны они решили регулировать и с другой стороны они сейчас очень активно переходят всей китайской экономикой как бы в цифровой мир и поэтому конечно проект нео скажем так он не закроется если говорить про надежность вот что касается самого ребрендинга опять жду подгрузится у меня слайд напишите мне пожалуйста вы видите сейчас слайд который загрузился это только я его не вижу видите ну хорошо я тогда по частичкам этих слайдиков буду вам рассказывать что касается что касается ребрендинга дело в том что вот этот ребрендинг очень сильно повлиял на цену нео предстоит силиконовая долина или кремниевая долина где самый такой технологический центр всего обсуждения весь мир кипит вокруг этого Сан-Франциско конечно ну то есть они поехали не зря они поехали презентовать миру вот эту вот их позицию понятное дело что все понимают да что это единственная компания в Китае с открытым исходным кодом да еще пытается конкурировать с эфириумом называют ее как восточный эфириум или китайский эфириум это было очень сильное заявление значит решение о ребрендинге было принято в штаб-квартире Microsoft в Пекине четверг 22 июня и вот опять некоторые люди все-таки обращают внимание на какие-то даты цифры там я не знаю вот смотрите сами просто интересная дата для как бы русского мира вот это 22 июня и вот это заявление что в мир выходит вот такое вот нео которая которая пытается то есть что это будет сейчас вы поймете но я в двух словах расскажу то есть здесь идет речь об оцифровке всех-всех-всех активах не только финансовой сферы все что можно оцифровать будет оцифровано и переложено вот как этот вот цифровой такой информация в экосистему нео и дальше через смарт-контракты будет происходить общение причем для идентификации пользователя а идентификация для реальной экономики все равно она нужна правильно для того чтобы доказать что я это я собственник того-то владею тем-то значит все это еще будет параллельно идти системы как бы цифровой идентификации и поэтому получается как такой вот ну полностью цифровой мир ну понимаете это технологии ее можно рассматривать по-разному с одной стороны если здесь иметь как бы чувство меры и давать ну как бы не задевать свободу личности то может быть это как бы и хорошо да и это удобно но если эта вся технология и весь ресурс находится в какой-то в каких-то один одних руках то понятно что у некоторых людей это вызывает опасения о том что будут превышены полномочия вот вот такая история ну в принципе мне вот очень интересно давайте после презентации я обязательно у вас спрошу ваше мнение как вот вы на все это смотрите что касается самого вот ребрендинга до этого то мы всегда смотрим ну такие ресурсы основной это биткоин толк биткоин толк кипит значит он живой англоязычная ветка он имеет много страниц очень такие там интересные рассуждения то есть ну как бы мы видим что проект люди обсуждают ну собственно вот на этом слайдике я вам просто показываю напоминаю о том что информацию основную мы берем из твиттера я подписана на это основатель это такой человек первый криптограф в китае основатель компании он чейн собственно самой компании нео такой известный человек вот он как раз высказывал такую знаменитую фразу когда в сентябре 17 года 28 сентября запретили айсёшки в китае он сравнил рынок вот этих вот айсё с с периодом даткомов в Америке вот и вот это вот его сравнение оно летает по интернет ну собственно на этой конференции вот сан-франциско конференция дэв кон кон это конференция а дэв это от слова разработчики вот на эту конференцию вот он как раз демонстрирует на этом твиттере отслеживать информацию по твиттеру это очень полезно так вот значит что такое нео нео это умная экономика они презентуют так как умная экономика да то есть это блокчейн технология для создания депсов децентрализованных приложениях на блокчейне нео и вот называют его сравнивают с эфириумом но несмотря на очень много похожих похожего функционала цели все-таки разные у эфириума и у нео создатель вот этот да хун фэй этот молодой человек создал создал компанию которая занимается приватными блокчейнами на этом слайде вы видите что в общем то о нем есть материал можно почитать в википедии и загуглить кто он такой но конечно чувствуется китайский почерк очень пиарит очень преподносит хотя ну как бы мнение неоднозначное понимаете на одном человеке получается замыкается все что такое нео само по себе это такая экосистема как публичный блокчейн и внутри в этой экосистеме работает множество частных блокчейнов получается с запретом а он он преподнес это таким образом что очень много на этом бурном рынке скам проектов поэтому мы бережем деньги наших инвесторов понятно да и они запретили проведение но тем не менее активно пытаются оцифровать все все что у них имеется создать такую платформу которая будет будет на значит будет на этой платформе в этой системе совершен обмен и полностью экономические финансовые там вплоть до личных отношений там все что угодно можно зацифровать да и еду и дипломы мы уже об этом говорили и золото и фиатные деньги оцифровать можно все что угодно и вот эта платформа она будет это делать под регулированием естественно правительства китая потому что ну консенсус такой что блокчейн имеет доверенные узлы да хун фэй является основоположником этой системы ну так нам преподносится и он является вот генеральным директором вот этой вот компании он чейн компания которая занимается приватными блокчейнами ну а вы же понимаете это не благотворительность компания которая единственная в китае занимается приватными блокчейнами вот на этой картиночке вы видите они когда открылись вот со своим партнером эриком джаном они в реддите там статью написали ну это было несколько лет назад то есть это мир больших денег вообще-то да и этот молодой человек имеет большой достаточно вес и связан с правительством китая вот он дал интервью осенью семнадцатого года в экономический журнал гонконга хонконг экономик журнал по поводу действий вот как раз китайских регуляторов в отношении криптовалют о том что эти действия были очень эффективны потому что позволили избавить рынок от мошеннических ICO ну на самом деле Китай не единственная страна которая пытается так активно регулировать регулировать рынок ICO первая страна это Япония которая признала в принципе вообще криптовалюты да и когда мы говорили про монету НЭМ мы как раз говорили о том что как раз японские власти тоже идут по пути регулирования создали определенный регулятор регулятор фин не финма я хотела сказать финма как в Швейцарии я не помню как он называется через который будет проходить одобрение то есть ICO будет в Японии но они должны будут проходить через одобрение регулятора перед тем как вообще на публичный сейл выставлять свои токены а в Китае в принципе запретили эту процедуру но блокчейн технологии развивают я это называю не более чем расчисткой вот такого вот плацдарма но тем не менее вот эта смарт-экономика она что предполагает что вот этот блокчейн будет использован для доказательства собственности все активы оцифрованные на блокчейне нео будут обменены проданы с помощью работы смарт-контрактов но одно единственное но вроде бы ничего но это все под контролем государства и правительства которое будет это все контролировать и обслуживать звучит нейтрально ну а теперь задумываемся о том как будет правительство обслуживать если это полностью цифровая экономика она же подразумевает какие-то контроллеры онлайн трекеры чипы все это возможно будет связано с человеческим организмом да ну вот просто если уже вникать в суть вещей то есть здесь так здесь оно может быть и хорошо и плохо и вот ну очень знаете как воспользуется тот кто этим управляет может быть поначалу будет все прекрасно а потом получится вот как в фильме матрица да когда полностью такой цифровой армагеддонный мозг в колбе ну хорошо тем не менее китайские инвесторы очень активные инвесторы и рынок очень ну такой активный то есть каждый день вообще выходит 350 ICO да появляется и каждый из этих проектов поверьте очень был бы счастлив если бы китайские инвесторы приобрели токены его проекта то есть китайцы очень активно все равно инвестируют несмотря на все запреты вообще было бы интересно поговорить с представителями Китая как-то в приватной беседе и уточнить их отношения вообще вот именно их отношения к платформе и так далее да то есть мы то можем только со стороны анализировать ну и так что нам дает вот эта смарт экономия да умная экономика использование технологии блокчейн и цифровой идентификации для цифровки активов цифровая идентификация представляет собой что предположим вы это вы и вы отдаете некие свои идентификаторы не знаю там глаз сетчатка глаза там отпечаток пальца какие-то там может быть свои документы да на некую платформу которая настолько как бы эта платформа этой платформе вы можете верить то есть государство вам говорит окей хорошо вы можете доверить все свои персональные личные данные этой вот платформе да и взамен на эти данные человек получает некий идентификатор который гуляет в системе нео вот это вот и есть цифровая электронная идентификация вот мы и говорим что использование технологии блокчейн и цифровой идентификации для цифровки активов использование интеллектуальных контрактов для достижения умной экономики с распределенной сетью это ребята перевод который официально представлен у них на сайте в технической документации пропало написано сейчас меня видно плюсики поставьте итак цифровые активы значит разберем немножко их техническую документацию цифровые активы это такие программируемые активы которые существуют в виде электронных данных что нам дает вообще сама технология блокчейн технологии мы доверяем потому что она нам дает децентрализацию дает прозрачность мы можем отследить данные да это все освобождает нас от посредников и мы можем тем не менее мы можем этому доверять то есть вот этой цепочке информации на блок цепи значит пользователи могут регистрировать торговать распространять несколько типов активов доказательство связи между цифровыми и физическими активами возможно посредством цифровой идентификации активы зарегистрированные через подтвержденную цифровую идентификацию защищены законом это часть их технической документации которая находится на официальном сайте нео у них предполагается две формы активов как я сказала уже нео это как публичный блокчейн и внутри него есть частные блокчейни так вот в нео две формы цифровых активов глобальные и контрактные понятно что глобальные могут быть записаны в системном пространстве и могут быть идентифицированы всеми контрактами клиентами а контрактные это активы приватных частных блокчейнов значит хочу остановиться просто не от себя голословно а от них по технической документации по поводу диджитал айди цифровая идентичность относится к идентификационной информации отдельных лиц организации и других организаций которые существуют в электронной форме более зрелая система цифрового удостоверения основана на определенном стандарте паблики инфраструкция они говорят в нео мы реализуем набор стандартов цифровой идентификации и смотрим не открывается да что при проверке личности и выдаче ну вот использование цифровых идентификаторов использоваться может а где татьяна озерова пишет восемнадцатый год а не шестнадцатый так в январе семнадцатого года монета стоила доллар тридцать четыре в январе шестнадцатого она стоила сто четыре сейчас пятьдесят четыре я не поняла о чем речь сейчас она стоит пятьдесят четыре доллара да и за семнадцатый год она с долларов условно говоря доросла там до восьмидесяти да там потом сейчас немножечко опять припала ее рост пошел с начала семнадцатого года так она колебалась там в районе доллара так значит проверка личности при выдаче или использовании цифровых идентификаторов включает использование функций лица отпечатков пальцев голоса смс и других методов многофакт многофакторной аутентификации то есть это они об этом говорят прямо но вообще если съездить в китай то там уже это не в диковинку у них это много систем стоит по у них большая работа проведена по оцифровке много-много-много чего что касается смарт-контрактов самих значит понятие смарт-контракта появилось использовать его стал ник дзаба в девяносто четвертом году мы об этом говорили всего лишь через пять лет после создания самого интернета он говорил на примере лендингового аппарата о том что смарт-контракт это всего лишь математическая логика написанная кодом когда исполняется ряд условий если то-то то-то если это то это и при срабатывании этого запрограммированного условия смарт-контракт исполняет условия контракта и технология блокчейн технология блокчейн она дала нам возможность реализации вот этих смарт-контрактов на блокчейне то есть мы через эти смарт-контракты Используя их, теперь можем доверять там, где идет процесс недоверия, то есть исполняются будущие события в доверительном ключе. Например, если у нас имеется оцифрованный реестр данных недвижимости как актив, то при процессе купли-продажи участвуют стороны. Компьютер, узел может взять информацию через определенный оракул и получить ее из надежного источника, которым владеет государство. То есть может оракул залезть в этот реестр цифровых активов и подтвердить информацию. Поэтому стороны покупателей-продавец, когда переходит право владения активом от одного к другому, могут смело доверять тому, что здесь нет мошенничества и что здесь чистая история. Это очень здорово, что появилась такая возможность применения смарт-контрактов. Вот эти как раз смарт-контракты все, они и находятся в экосистеме, этими смарт-контрактами по сути управляет вот эта NEO-VM, виртуальная машина, и они могут переговариваться друг с другом. Что представляет собой умный договор NEO, смарт-контракт NEO? Это интеллектуальная контрактная система, NEO-контракт, самая большая особенность бесшовной интеграции с существующей экосистемой разработчиков. Значит разработчики, как я уже говорила, могут использовать различные языки, в отличие от эфириума, и C-Sharp, и Java, и другие там IDE, вот эти среды для программирования. Это, конечно, очень большой плюс, это очень удобно, это безусловно. Вот, поэтому, наверное, если вы зайдете на такую вкладочку на официальном сайте NEO и посмотрите, сколько же смарт-контрактов уже создано на NEO, на блокчейне, да, то у вас, как у инвестора, тоже появится как бы чуть больше уверенности в том, что, безусловно, этот проект будет дальше развиваться, потому что все-таки это показатель, да, такое большое количество контрактов. Есть у них очень удобный эксплорер, который показывает все блоки, как происходят транзакции, там с какой скоростью они добавляются, но, в принципе, вот это вот, да, большой плюс. Так, отвлекусь немножечко на разговор с вами, потому что у меня пока будет сейчас подгружаться, видимо, плохой интернет очень. Расскажите мне, поставьте плюсики те, кто имеет монетку NEO, кто купил уже NEO. Поставьте пока плюсики, кто счастливый обладатель монеты NEO, мне интересно знать. Так, ну, что, значит, хотят те разработчики, да, которые стоят за вот этой вот концепцией? Они хотят сделать из экономики Китая вот такую умную экономику, когда все-все-все будет переговариваться и общаться, узлы будут общаться друг с другом. Практически все будет в будущем оцифровано от финансовых активов, да, личных характеристик. Все это будет занесено в память компьютера, будет существовать, по сути, в таком неком компьютерном коде. Но эта информация, она будет оцифрована и существовать не на одном узле и ресурсе, она все-таки будет распространена в децентрализованной системе вот этого NEO, да, и понятно, что чем больше узлов у этой системы, чем больше участников, чем больше там кошельков открывается, чем больше проектов на NEO образуется, тем надежнее эта система, безопасней. Но у нее есть особенность вот этих доверенных узлов по консенсусу, да, но она, тем не менее, все-таки управляемая, централизованная, несмотря на децентрализацию информации. Так, есть у некоторых, а у некоторых нет, поняла. Так, и вот цифровые активы и идентичности, так сказать, то есть люди, которые оцифровали свои данные, будут взаимодействовать через эти смарт-контракты. То есть, наверное, здесь вспоминается еще такой фильм, не только «Матрица», но и фильм, который назывался «Тайм». Помните время, когда у каждого человека есть какой-то запас времени, и он там старается, есть люди, которые медленно ходят, медленно живут, какие-то богатые люди, у них очень-очень много времени, да, время как ресурс. А есть люди, которые все время бегут, спешат, потому что им нужно, ну, успеть какие-то действия сделать. Вот здесь у меня четкая ассоциация такая сработала. Ну, хорошо. Вот если мы сравниваем «Нео» все-таки с «Эфиром», да, «Нео», «Вайсферса», «Эфириум». «Нео» все-таки быстрее и дешевле надо отдать должное «Эфириуму». «Нео», как я уже говорила, доступен, более доступен для разработчиков. Потом, что касается «Нео», получается так, что его ближайший конкурент «Эфириум», вот, точнее, у «Эфириума» ближайший конкурент «Нео», но за счет ребрендинга и за счет вот этого сравнения, восточный «Эфириум», китайский «Эфириум», получается, сам же вот конкурент прибавил весу этому «Нео». «Нео» дышит в спину, так сказать, «Эфириуму», вот если так можно выразиться. Какая самая необычность вот из всей этой концепции, да, вот из их экосистемы, это то, что «Нео» платит дивиденды своим держателям через монету «Газ». То есть вы держите монету «Нео» и через месяц, каждый месяц вам начисляются монетки «Газ». Вот, за хранение и обладание. А зачем вам нужны эти монетки? Ну, во-первых, вы можете их продать, потому что они имеют стоимость, а во-вторых, эта монета – это как платежное средство. Оно нужно в этой экосистеме, если вы пользуетесь децентрализованными приложениями. Все-таки хочу обратить ваше внимание на то, что хоть схожесть и есть по реализации, потому что это платформа на блокчейне, с открытым исходным кодом для написания децентрализованных приложений, все-таки цели разные у компаний, у проектов. Давайте еще раз озвучим, какие цели у «Эфириум». У «Эфириум» это, собственно. Стать блокчейн-платформой для разработки депсов, которые в итоге приведут к созданию более доступного и надежного интернета, интернета 3.0. Об этом Виталик постоянно говорит, что он хотел бы иметь более усовершенствованный инет. На сегодняшний день платформа «Эфириум» значительно приблизилась к своей цели. Сейчас «Эфириум» владеет рынком депсов, децентрализованных приложений, и его миссия в том, чтобы предоставить пользователям и разработчикам больше контроля и больше возможностей при разработке приложений. Цель «Эфириум» – использовать технологию блокчейн и цифровую идентификацию для цифровки активов, автоматизации, управления цифровыми активами с использованием смарт-контрактов для реализации концепции смарт-экономики на основе принципа распределенной сети. «Эфириум» занят разработкой продуктов на перспективу и очень в этом преуспевает. Нужно понимать, что запартнерились они с «Майкрософтом» очень активно и с многими другими компаниями, поэтому партнерства у них серьезные. То есть возможности у двух платформ похожие, цели разные, и «Эфириум» работает на перспективу. Немножко про «ГАЗ» давайте поговорим. «ГАЗ» – это монета, которая позволяет реализовать управление на этой платформе. Общая эмиссия мы видели по графику тоже 100 миллионов токенов. С нее взимается плата за проведение операций с различными криптовалютами и умными контрактами. Кстати, блокчейн-платформа «НЕО» имеет такой инструмент, один из инструментов, как «Кроссчейн». Можно перекидывать токены, например, токены ERC-20 стандарта, можно перекинуть на платформу. Единственное, что я не знаю сейчас, насколько это реализовано технически. Это у них заложено в технической документации, но не знаю, насколько реализовано. Так, что-то у меня совсем тут все пропало. Ну, я хочу сказать, что в принципе для инвестора какая выгода? Газ создается с каждым новым блоком. Максимальное количество токенов 100 миллионов. Как мы говорили, и оно будет достигнуто через 22 года. Это просчитано. Всем держателям «НЕО» начисляется какое-то количество газа. С кошельками у «НЕО» проблема, честно скажу. Кошелек даже никакой не могу порекомендовать. Вообще, Binance очень хорошая биржа. На Binance можно хранить «НЕО». И Binance начисляет газ как раз каждый месяц за хранение монет «НЕО». То есть, вообще-то по поводу кошельков нужно это все отследить на официальном сайте. Там есть один ресурс, я вам его запущу сегодня чуть-чуть попозже, если кто-то заинтересовался именно непосредственно кошельком. Это десктопная версия, не мобильная, не легкая. Вот эти мобильные легкие версии, они немножко сейчас у «НЕО» глючные. А вот есть одна десктопная версия, очень неплохая. Какой недостаток у «НЕО» достаточно существенный, на мой взгляд? Когда просматриваешь вот их white paper, это, в общем-то, основной документ у любого проекта, очень не нравится, что там очень много воды, каких-то технических слов, очень общепринятых. Ну, таких, знаете, как в Википедии написано, купипастовских таких слов. И это вообще не выглядит как технический документ. То есть, нет никакого описания механизма работы устройства сети «НЕО». Но, наверное, это и, понимаете, тут не хотят они показывать. Не потому что они не умеют писать white paper, да, они хотят показывать. Значит, делаем вывод в итоге. Подводя итог, вот, любой проект, желающий использовать блокчейн «НЕО», должен полностью доверять этой централизованной системе. То есть, если вы хотите выпустить смарт-контракт на этой системе, 20 раз подумайте, да, потому что система управляема. Для цели инвестиций, безусловно, играть на спекуляции можно и даже нужно, если вы в инвестициях. То есть, ничего тут такого нет, и это, самое главное, позволительно. По перспективам роста, эмиссия у них не миллиардная, а миллионная, поэтому рост цены какой-то там, какие-то иксы, они, в принципе, заложены по мере развития компании, по мере роста рынка. Конечно, ну, то есть, по мере развития такой платформы, по мере, естественно, цены плотна, да, если даже ближайший конкурент – это эфириум, то есть, ну, это явно не 50 долларов. То есть, там до 500 и выше, наверное, как бы можно вот это рассматривать, просто это вопрос временных рисков, я не могу вам об этом сказать. Что касается же вот холдеров, людей, которые покупают и холдят монеты, ну, вот смотрите, Том Ли, который обычно прогнозирует, да, и вот мы любим смотреть на его прогнозы, понятно, что он прогнозирует, исходя из какой-то определенной точки, рыночной ситуации, он не может заглянуть в будущее, но, в общем-то, вот в конце 2017 года Том Ли предсказывал 225 долларов вот в 2018 году за монету. То есть, если к концу года у нас рынок пойдет наверх, то 225 долларов – вот это та цена, которую многие, вообще-то, вот 200-300 долларов, вот многие давали прогнозы, что так, собственно, уже на сегодняшний день может стоить монета НЕО. Кроме того, что она еще нам дает монету ГАЗ, которая тоже, в общем-то, стоит уже не копейки, да, порядка 20 долларов. Какая хорошая новость. Новостной фон вот что нам показал. Совсем недавно СВИТ ЧЕУ – это децентрализованная биржа на НЕО запустилась. Запуск проекта привлек 8,5 миллионов долларов. Эту биржу ждали с нетерпением, то есть она дополнила список бирж децентрализованных, таких как EtherDelta и другие, да, вот F-Finex, Idea, Cabinhood. Вот теперь появилась еще и СВИТ ЧЕЛ. Ну, это первая децентрализованная биржа на блокчейне НЕО, которая позволяет торговать токенами вот этими вот НЕП-5. Поэтому это хорошая такая интересная история, серьезная достаточно, дорогостоящая. И это тоже нам говорит о том, что мы, в общем-то, можем быть уверены в том, что проект НЕО завтра не закроется. Что касается хранения, то у меня не было времени тут вот рассмотреть, но я вам просто предлагаю обратить внимание, вот Майкоу демонстрирует, это у Даханфея в Твиттере есть пост о том, как Майкоу демонстрирует вот последнюю версию там такого, как бы холодного кошелька для НЕО. Вот это вот интересно, это можно рассмотреть и посмотреть технические характеристики его. Ну, что вам еще сказать? У нас же есть наш любимый сайт, Коинчек, по которому мы всегда смотрим, отслеживаем монетки, что он нам показывает. И там есть такой спидометр, который показывает покупать, продавать на данный момент, что с монетой делать. Это, конечно, на ваше усмотрение, то есть это не призыв к действию, это просто для еще такого анализа. И я, кстати, была удивлена, потому что монета сейчас стоит, в принципе, недорого, она недооценена. А вот Коинчек нам показывает Strong Sell. То есть он по каким-то принципам проанализировал, что сейчас время продавать монету, а не покупать. То есть, возможно, значит, он проанализировал еще какое-то падение цены, где можно будет еще чуть пониже закупиться, да, ну вот, в целях, как бы, потом, конечно, дальнейшего роста. То есть, ну вот на сегодняшний день он не рекомендует этот сайт нам делать покупку этой монеты. Но я закончила нашу презентацию. Я хочу вам задать вопрос. Вот в связи с тем, что, может быть, вы уже знали до меня, в связи с тем, что вы узнали сегодня от меня, скажите мне, напишите, верите ли вы о том, что Нео нас отправит с вами to the moon? Или у вас сомнения какие-то? Вот мне интересны ваши мысли. Что вы думаете по поводу этой монеты? Хотите ли вы ее купить? Вот Костя говорит, верит. Ну, с точки зрения, понятно, мы сейчас, ну, она регулируется, там, централизована, неважно. Мы сейчас говорим про инвестиционную именно привлекательность, про то, что имеет ли смысл, на ваш взгляд, вложить сейчас в нее деньги, да, и вот насколько вы думаете, что она вырастет. Так, Сергей говорит, не верю, нет сомнений, да, сомнения есть. Верю. Интересно. Да, да, понятно. На луну не верю. И монетку куплю. Понятно, хорошо. Но мне все-таки кажется, что монета, ну, недооценена. Хотя, честно признаюсь, у меня ее нет в моем инвестиционном портфеле. Ну, то есть у меня есть очень небольшое количество штук. Я не считаю, что это какая-то инвестиция, это так побаловаться. Но в целом я, когда готовилась к сегодняшней презентации, вот я там читаю в основном уже технические материалы, да, я, в общем, призадумалась. Мне кажется, что вот эту сырость, которую они выдают, это не потому, что они глупы и они, ну, вот, копипасту вставляют в документы, а потому что считают, наверное, что не нужно раскрывать данные. Сейчас Китай, это, безусловно, сильная экономика. И если такая экономика собирается переходить на вот такую цифровую форму, то, конечно, будут, будут и будут выходить такие проекты, заслуживающие внимания типа Алкиминта и другие, да, на Нео. И, по крайней мере, если не покупать монету, то пристально наблюдать за тем, что происходит вокруг нее, мне кажется, стоит. Да, да, вот Павел говорит, нужно посмотреть. Я тоже согласна, нужно, по крайней мере, посмотреть, не отбрасывать ее. Но в любом случае все, да, вот мы уже тоже об этом говорили, есть такое понятие, как там топ-10, топ-20, там топ-100 по капитализации. В принципе, это же тоже показатель. Капитализация – это вливание денег в тот или иной проект. То есть это доверие инвесторов в ту или иную идею. Если монета, ну вот она стабильно входила в топ-10, ну ладно, сейчас на 11 месте она там может прыгать, но, в принципе, если она даже вот в топ-20 входит, конечно, она у нас под прицелом. То есть мы на нее смотрим. И даже можно какой-то процент от своего инвестиционного портфеля все-таки там, да, для дифференциации рисков вложить и посмотреть. В любом случае начислят монету ГАЗ, в любом случае вы в минусе не останетесь, да, тем более с учетом сейчас сегодняшней ситуации, когда идет такая коррекция, это еще одна возможность просто для инвесторов закупиться, потому что рост все равно будет. Рано или поздно будет, и будут все кусать локти о том, что вот не воспользовались моментом и не купили какие-то монеты. Поэтому, конечно, смотрите сами, думайте. А я вам задаю очередной вопрос, какую монету мы будем рассматривать с вами в следующий раз. Очень хочу услышать, мне, конечно, все равно, что рассматривать, но я бы хотела бы предложить идти дальше. Вот мы рассмотрели Эфириум, да, Эфириум Классик, Куантом, НЕМ, опять-таки, да, вот сейчас вот мы рассмотрели НЕО. Может быть, мы пойдем вот в этом же ключе по рассмотру призм? Ну, кстати, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Монета призм – очень интересная монета и прекрасный, изумительный блокчейн. Единственное, что ее нет на платформе Вирекс, но рассмотреть ее можно, и это не проблема добавить эту монету на платформу. Да, если мы с вами подадим заявку разработчикам и скажем, что, ребята, добавьте, пожалуйста, эту монету, мы хотим ее видеть на сайте, да, то я думаю, что ее добавят. Я хочу посмотреть, кто еще что говорит про монетки. Призм хотят. Обязательно добавить. Да, призма – это форк биткоина, это достаточно серьезная монета. Они ошибочно думают, что это MLM-монета, это не… Там заложена такая фича в самом блокчейне о том, что увеличивается, ускоряется майнинг, парамайнинг, когда кошелек делится информацией о самой вот этой системе. То есть, когда вы рассказали кому-то, этот человек зарегистрировался в системе, открыл кошелек, вы перечислили с кошелька в этот вновь созданный кошелек монетку, то система распознает, что вы поделились информацией, и тот парамайнинг, который есть в каждом кошельке, есть возможность такой вот заработка денег, кошелек сам по себе зарабатывает деньги, да. Вот парамайнинг, он ускоряется. Так, ну мне больше никто ничего не пишет, но хорошо, давайте, если есть такое желание услышать про монету призм, давайте мы остановимся на монете призм, я не против. Скажите мне, пожалуйста, последний вопрос. Интересный был сегодняшний, познавательный ли был сегодня вебинар? То есть, что-то он вам дал, такого, какую-то полезность я смогла донести? Да, интересно. Если еще кто-нибудь напишет, буду очень рада. Мне очень важна ваша обратная реакция. Да, очень интересно, полезно. Все, спасибо, хорошо. Спасибо, да. Да, супер, хорошо, отлично. Спасибо, полезно. Все, ребят, я очень рада, когда вы мне вот такую обратную связь даете, я понимаю. Лена, да, спасибо, интересно. Да, очень давно жду, когда ее добавят в Вирекс. Хорошо, все, останавливаемся тогда в следующий четверг, а обязательным образом мы с вами будем говорить про монету призм. Всего доброго, до свидания, до четверга. Смотрите мои анонсы. Самое главное, чуть не забыла. Очень интересную статью я запостила в канал Шерли Кэш по поводу монеты Нео. Там так много информации, что у меня не тот формат и нет возможности вам это все пересказывать. Поэтому, если кто-то не знает случайно мой канал Шерли Кэш Ньюз, давайте я вам дам ссылку. Буквально вот это сравнение, очень интересная статья, сравнение Нео и Эфира. Это если кто-то хочет поковыряться самостоятельно. Да, вот. Ой-ой-ой-ой. Не то. Секунду. Так. Вот, пожалуйста, если кто-то еще не состоит у меня в канале, не знает, добавляйтесь и возьмите ссылочку. Предпоследняя ссылочка – это вот эта статья на сравнение. Ну и все. Я со всеми тогда прощаюсь. Спасибо вам. Всего доброго. До следующего четверга.